Привет! Вы меня просили показать, какая у меня сезонная заморозка, как я храню овощи, фрукты, ягоды и вообще, что у меня в морозилке. Исполняю ваше желание. Сейчас покажу, что у меня заморожено в морозилке, как это выглядит и в каком виде. Начнем по порядку. Это у меня заморожена цветная капуста со цветиями. Перед тем, как я замораживала, я обязательно бланшировала всю эту цветную капусту. Делала я еще это 2 месяца назад. Смотрите, в каком виде она сохранилась. Пар идет заморожена. То есть она красивая, чистенькая, не потемнела, не покоричневела, потому что была заморожена тоже правильно. Вот это у меня тертый кабачок. То есть на тертом виде замораживаю в плоском таком виде, чтобы просто меньше места занимало в морозилке. Друг на друга такие плиточки я кладу и мало места занимает. Для чего потом использую? Для запеканок различных овощных, для овощных оладий добавляю в фарш, например, в мясные котлетки или в граники добавляю в тертом готовом виде. Вот кабачок. Он уже тоже бланшированный. Немножко кипятком я его отдала перед тем, как заморозить, для того, чтобы он долго хранился. Еще кабачок у меня заморожен вот в таком виде, в виде кубиков. Это в основном будет для овощных рагу. Вот видите, овощные разные смеси. Можно в суп добавлять. То есть кубиками вот в таком форме ничего не слипается, каждый кубик отдельно. И если нужно, порционно добавляю уже с этой готовой. Вот заготовочки мои для... Вот это заготовка для борща. Здесь пассированы лук, морковь и свекла. Здесь просто свекла с томатной пастой. Это то, что я называю просто добавь воды. То есть уже полностью готовая такая замороженная пассировочка. В бульон добавляю там, где уже варится картофель. И, собственно, приготовление борща на этом заканчивается. Нужно только добавить капусту. Сейчас найду ее отдельно. Отдельно вам покажу. Вот это кабачок. Кабачок тоже. Смотрите, я его немножко припекаю на сковороде перед тем, как его замораживать вот такими дольками. Для того, чтобы опять он не потерял ни свою форму при разморозке, ни вкус. И вот таким же и остался. Делаю это постоянно. Еще даже не полностью набрала этот пакетик, потому что заготовка эта постоянно у меня пополняется. Еще сезон заморозки идет. Вот в таком же виде замораживаю помидорки. Вот смотрите, дольки помидоров. Вот в таком виде. Куда? Пицца, разные запеканки, овощные какие-то тоже. Ну, любые овощные блюда, где можно такими слайсами, начиная от помидор, начиная от бутербродов с запеченными помидорами и заканчивая лазангей или пиццей. Вот тоже такая заготовочка. Еще помидоры замораживаю в другом виде. Сейчас найду в своих залежах. А, вот пока перчик вам покажу. Вот перчик. Это болгарский перец летний. Он светленький. Ну вот он. Тоже правильно замороженный перчик. Тоже немножко бланшированный. То есть тоже не слипается все отдельно в супчик, в овощные рагу, в любые овощные блюда. Вот он уже в такой нарезочке и хранится у меня. А, вот это баклажанчики. Видите, такие, как я их называю, тушки баклажанчиков. Вот. Они запеченные, уже в полностью готовом виде. Мне нужно только разморозить, добавить туда чесночок, помидорку и будет такая баклажанная икра. То есть полностью готовый, даже не полуфабрикат. Ну, требует только разморозки. Дальше уже пойдет в салатик вкусный. Или можно готовить из него супы-пюре из баклажанов. Еще баклажаны можно замораживать вот такими слайсами. Видите, вот здесь тоже немножко у меня пропеченные, запеченные. Вот. Достану какой-нибудь, буду показать. То есть на сковороде. Ой, я их припекаю, запекаю. И потом уже можно, скорее всего, это будет потом в какие-то блюда самостоятельные, типа закуски из баклажан. То есть свернуть рулетиком, добавить туда свежую помидорку, натереть чесночком. И вот будет блюдо на какой-нибудь праздничный стол новогоднее. Вот еще болгарский перец, который я замораживаю стаканчиком. Видите, здесь 6 штучек, порция на нашу семью, на один такой ужин праздничный фаршированный болгарский перец. Вот он получается, как стаканчики ставятся друг в друга. Тоже обязательно бланширую перед приготовлением. Вот такая порция праздничного угощения, летнего будет где-нибудь в феврале. Это тоже, а вот это капуста. Помните, я говорила, что я готовлю щи, борщи и капусту тоже заранее замораживаю. Хотя капусту можно в любое время года купить, конечно, в магазине, но для ускорения процесса приготовления вот такая у меня заготовка есть. Тоже только добавь воды и борщ готов буквально за 10 минут. Кстати, заготовка это уже для щей. Здесь тоже капуста уже готовая и пассерованный лук-морковь. То есть вот полностью готов. Вот это щи, в нем не хватает, в этих щах не хватает только бульона. Бульон добавляется и суп уже готов. Это грибы. Ну, шампиньоны замораживаю в любое время года. Тоже вот такими пластинками. Это не сезонная заморозка, просто покупаю всегда достаточно много. Если попадаются в магазине хорошие шампиньоны, покупаю их в килограмм где-то и успеваю за неделю использовать полкилограмма, а половина килограмма идет в такую заморозку. Потом тоже, когда нету хороших грибов, покупаю, не покупаю, а использую домашние заготовки. Вот тут у меня несколько таких пластов. Раз, два, три, четыре, пять. Это у меня заготовка зелени. То есть она измельченная смесь петрушка-укроп, измельченная. В таких пластинах тоже мало места занимает. Когда мне нужно что-то приготовить, открываю пакетик, отламываю кусочек. Он достаточно хрупкий и легко ломается, потому что тонкий пласт. И бросаю кубик, например, в суп для аромата или в какое-нибудь овощное блюдо или к мясу. Вот таких заготовок у меня достаточно всегда много делаю, потому что используется легко, любимую ароматную зелень летнюю. Поэтому заготовочек таких тоже много. Вот у меня отдельный ящик есть для овощей. Есть отдельный для фруктов, для ягод. Стараюсь хранить отдельно. Ну вот, любимую в семье абрикосы. Есть у нас вот такая, дольками абрикосы, потом я их запекаю в духовке, делаю десерты. Или просто можно в смузи бросать, блендером измельчать, будет такой абрикосовый летний вкус. Можно просто разморозить и есть с помощью чайной ложечки. Нет, здесь никакой бланшировки нет. Сразу их замораживаю на разделочных досках. Вот такие абрикосики. Это замороженная клубника, тертая, вот в контейнерах хранится в таком виде. Потом обычно готовлю десерты, разные. Крем добавляю, можно в смузи. То есть вот перетертая, без сахара, без любых добавок, просто сама по себе клубника. Это черника весная, тоже она немытая, потому что маленькая мелкая ягода замораживала. Вот липнет к рукам заморозка такая. Потом будет, это пойдет потом на пироги ягодные, которые буду готовить зимой. Это клубника еще в виде вот таких стаканчиков порционных, если нужно будет что-то заготовить. А, вот еще слива. Слива тоже дольками. Просто разрезаю косточки, достаю и замораживаю. Сливы мы любители, у нас много таких пакетов, достаточно большие заготовки. Вот три, наверное, хватит на всю зиму. В основном я их запекаю под миндальной крошкой. Просто восхитительный десерт, поэтому очень любимый в семье, поэтому замораживаю много в таком виде. А здесь у меня только летняя заморозка. Еще не закончился сезон, впереди будет заморозка тыквы, винограда, яблок, груш. Поэтому еще будет вторая серия, еще вам покажу, как я замораживаю, тоже в каком виде.